Москва, 7 июля, РИА Новости. Заявления Госдепартамента США о свободе СМИ в России подтверждают наличие политического кризиса в самих Штатах, считает член Президентского Совета по правам человека, СПЧ, Игорь Борисов. Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Хейзерна Уэрд заявила, что, по ее мнению, в России подавляется свобода прессы, а также осудила Москву за то, что она выбрала в качестве мишени радиостанции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода и Голос Америки», притворяя в жизнь закон об иностранных агентах. Глава пресс-службы американского Госдепа призвала РФ уважать реализацию фундаментальных свобод, в том числе свободу выражения. На мой взгляд, данное заявление сделано в связи с достаточно сложной обстановкой внутри Соединенных Штатов Америки, которые сейчас начали запутываться в своей идеологии, в рамках которой столкнулась противоречие свободы слова, демократии и тех требований, которые выдвигает американский народ, сказал Борис Африя новости. С одной стороны, указал собеседник агентства, Штаты требуют каких-то демократических процедур, но одновременно закрывают информационные каналы на своей территории, прежде всего, речь идет о таких СМИ, как РТ, «Спутник», поддерживая таким образом ограничения прав и свобод. С другой стороны, максимально сворачивают демократию на других континентах, в других странах, взять хотя бы последние выборы в Венесуэле, Соединенные Штаты Америки считали и заявляли достаточно громко, что там не надо проводить выборы. То есть происходит смешение, одна политика для внутреннего использования, для своих избирателей, и другая, то, что они пытаются навязать всему миру, продолжил правозащитник. Нынешние заявления НОЭР, полагает он, исходят из этой логики. Это говорит о том, что США продолжают находиться в политическом кризисе и не могут найти четких планов и направлений выхода из него, убежден Борисов. Президент России Владимир Путин в конце прошлого ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, ИНО-агентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюстера включил в список ИНО-агентов, действующих в России, 9 СМИ, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода». Поправки о статусе СМИ иностранных агентов стали вынуждены ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание РТ Америча иностранным агентам. Продолжение следует...